Всем салют, ребята! И ранее мы рассмотрели от них из самых грозных и опасных банд в Найт-Сити, но на этот раз же будет скорее наоборот. Самая, так сказать, красивая и симпатичная банда этого прекрасного города. Это банда Шельмы. В оригинале же звучит как Моксис, но как по мне, в локализации звучит круче, чем на английском. Шельмы – это банда, состоящая в основном из профурсеток и куртизанок. В общем, секс-работники из сферы интимных услуг, так сказать. Сутенеры, разношерстные фрики, куда же без представителей сексуальных меньшинств, социальных изгоев, разных панков, анархистов. В общем, банда самая молодая и толерантная в этом плане, кто, допустим, хочет вступить в их общество. Шельма – банда довольно маленькая. Состоящие в нем секс-работники в основе своей объединились для взаимопомощи и самозащиты. Ведь нередки ситуации притеснения, избиения, насилия в отношении к работникам в этой сфере, а защищать их интересы, честь и достоинство никто не хотел. Поэтому они сплотились вокруг таких же себе подобных людей. А само название банды символизирует их намерение хитростью противостоять своим притеснителям. У Шельм нет своей определенной территории. Они обитают в основном в Кабуке. Нет контроля над каким-либо районом в Найт-Сити. Шельмы выбрали другой подход. Ведь они не бойцы в супер-боевых имплантах. Поэтому с другими тягаться за завоевание районов будет очень непросто. Они защищают свои заведения, где обитают. Членов банд и секс-работников, обслуживающих клиентов поблизости от их штаб-квартиры. А их штаб-квартира является одной из элитных брейнданс-клубов. И по совместительству бар Лизис на Саттер-стрит и Кеннеди-Авеню в квартале Кабуки, Уотсон. Шельмы не ищут ссоры с другими бандами. Стараются избегать конфликтов и провокаций. Кроме тигриных когтей, которые остаются их заглядными врагами с момента основания. Но об этом попозже. У Шельм нет строгой и четкой иерархии. Но тем не менее они остаются бандой. И хотя они говорят, что защищают работающих девочек и мальчиков от насилия. Требуют за свои услуги немаленьких денег. И недооценивать их тоже не стоит. Отпор они могут дать и даже атаковать. Первым, если их вынудить в ситуацию. Ну а так они милейшие ангелочки. Но все же у них есть лидер банды. Им является Сусанна Куин. Но больше известна как Сьюзи Кью. Посетившая всю себя защите секс-работников. Элитный брейданс-клуб и бар Лизис. Штаб-квартира Шельм на Саттер-стрит и Кеннеди-Авеню в Кабуки. Приносит немалую прибыль. И является основным источником дохода банды. Кроме того, Шельмы держат несколько небольших борделей. И получают доход с проституции. Их зоны влияния ограничиваются кукольными домами, несколькими клиниками и парой кварталов вокруг бара. Они также требуют плату за услуги по защите работников сферы интим услуг. Если кратко говорить, крышуют проституток. Шельм очень легко узнать по их образу. Одежда и стиль это дешевые, очень вычурно кричащие цвета. Пластик и латекс, где они сексуализируют свои полуголые части тела. Так, я все вижу. А ну брал свои шаловливые руки на стол, чтобы я их видел. Итак, продолжаем. Которые ассоциируются с проституцией и фетишами. С частенскими черепами, топорами, дубинами и прочими атрибутами насилия и смерти. Тела некоторых шельм, особенно тех, кому приходится принимать участие потасовков в различных боях при защите своих людей, сильно модифицированы и напоминают скорее туловище кукол. Иногда эти модификации маскируют с помощью рилскина. В боевом режиме они больше похожи на самок богомола, чем на красивых сексуальных ангелов. Один из символов банды является лабриз. Это такой двусторонний боевой топор. Встречается на стенах, на одежде, в татуировках и украшениях. Даже девиз шельм «Fuck to death» указывает на то, что главное для них – секс и убийство. Не стоит злить этих сладострастных ангелов. При необходимости они моментально превращаются в кровожадных фурий, не знающих жалости. Поэтому, если ты им не понравишься, ты можешь остаться без своего, так сказать, достоинства. Благодаря своим киберимплантам, они могут не только удовлетворять тайны фантазий клиентов, но и становиться неуязвимыми машинами для убийств. Ведь это их работа, бизнес, где на первом месте являются деньги. И поэтому часто бывают заказы на корпоратов, которые удовлетворяют свои похоти в их клубах. Эти заказы являются лаковым кусочком. Корпораты не станут разбираться в грязном беле очередного мертвого корпа под передозом. Да, и такие дела творятся. И да, переходим к тигриным когтям. Почему они враждуют между собой? Весь город знал стрип-клуб Лиззис, который открыла бывшая проститутка Элизабет Борден, известная как Лиззи. Лиззи была известна тем, что всегда справедливо относилась к своим работникам, не обижала девочек и защищала их от жестоких клиентов. Поэтому все самые талантливые и красивые куклы работали именно здесь. Все изменилось, когда в 67 году одна из девочек Лиззи была убита и изнасилована членами банды Тигриные Когти. Эм, да, звучит неоднозначно, конечно. Лиззи отомстила за нее, убила топором троих нападавших и вывесила их тела перед клубом. Она поклялась, что с каждым, кто обидит проститутку, случится то же самое. Но той же ночью Тигриные Когти напали на бар, разгромили его в щепке и убили Элизабет. Они не подозревали, какие последствия повлечет их поступок. Смерть Лиззи спровоцировала настоящее восстание и 13 мая 67 года запустила волну бунтов по всему Найт-Сити. Члены банды Тигриные Когти и заведения, которыми они и руководили, подверглись многочисленным нападениям. Эти события окончательно превратили Элизабет Борден в символ сопротивления жестокости и беспределу банд. В память о Лиззи ее последователи заново отстроили бар и назвали его Лиззис. А также основали банду, объединившую всех, кто страдал от притеснения, особенно секс-работников и секс-меньшинств. Так и появилась банда Шельма. А на этом думаю, что все. Про эту банду все основное рассказал. Так что приступаю сразу к другой банде. Увидимся в следующем ролике. И да, обязательно ставьте лайки, если ролик понравился и чтобы алгоритм ютуба продвигал это видео. И подписывайтесь на канал, если вам нравится такая тематика. Да и вообще подписывайтесь, мне будет очень приятно. А с вами был как всегда Расти, всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok